всем привет добро пожаловать в мою оранжевелю сегодня видео мое будет о миди миле наконец-то моя красавица распустила свой великолепный бутон посмотрите какая красота какой размер посмотрите вообще это просто что-то вообще слов нет нереальная красота сейчас я поближе покажу вам у нее же распускается цветочки и вот такие вот внутри желто-сиреневые такие ой ночи красиво хочу поближе вам показать эту красоту вот такие цветочки тут распускаются их очень-очень много смотрите целая гроздь и причем у меня ни один бутон я сейчас покажу вам сколько у меня бутонов на моей миди миле просто близко неудобно снимать хочется показать такая она большая но она у меня огромная вот вот этот бутон свисает но сантиметров наверно 60 представляете и посмотрите какое количество бутонов у нее вот бутон в общем из каждой из каждой середочки появляются бутоны смотрите это вообще что-то и здесь еще вот он свисает сюда уже большой такой пошел здесь вот еще вставляете здесь вот листья листья с бутоном красота неописуемая конечно очень могу сказать счастлива очень красиво смотрится смотрите но она конечно долго у меня собиралась распуститься но я знаете я даже такую в магазине не видела она просто огромная обычно продают они как бы все равно мельче намного а здесь в общем вот этот цветочек сантиметров около 30 лет сам с прицветниками плюс я говорю что вот это вот на чем он висит он вообще красота конечно же я сейчас расскажу познакомлю вас с растением кто если не знает и расскажу как я за ней укаживаю енила в природе встречается на ограниченных территориях планеты это широтах тропической африки и на мадагаскаре тропическая красавица минила относится к вечно зеленым видом кустарников достигающим около двух метров высоты ветви обычно голые но встречается и немного щетинистые округлой формы ребристые и если вы обратили внимание у нее очень красивые листья и конечно же минила среди цветоводов ценится как за особую декоративность листьев так и цветов как вы видите цветы у нее конечно просто обалденные особое внимание минила привлекает к себе прекрасными цветами они собраны в метелки свисают с растения розового белого или розово-красного оттенков ухаживать за меденилой в домашних условиях очень непросто поэтому чаще ее можно встретить растущие в условиях ботанического сада теплиц или оранжерей растение любит находиться в строго отдельном температурном режиме и при высокой влажности воздуха вот такая красотка я просто балдею честно говоря связи с тем что у нее очень длинные бутоны не пришлось у мужа забрать колонку под нее потому что у нее и высок высокий горшок и все же посмотрите где горшок а где бутон свисает и сейчас расскажу как я за ней ухаживаю вообще после покупки она у меня была без бутонов если вы помните у нее были небольшие листики вот эти которые уже выросли и она сидела просто в транспортировочном горшочке я и купила вот такой керамический горшок у меня есть видео на канале как я ее пересаживала и как я ей готовила грунт и она это очень хорошо одобрила ей понравился этот горшок ей понравился грунт и она у меня выкинула сразу очень много бутонов что нужно для мединила конечно же очень яркое освещение если света хватать не будет она не зацветет зимой ей нужно обязательно подсветка мединила не терпит сквозняков у нее должна быть одинаковая температура то есть и ночью и днем желательно чтобы не было никаких перепадов она любит влажность воздуха поэтому я ее обрызгиваю не попадая на цветы мелким поляризатором потихонечку и либо протираю ей листья ну вы заметили вот здесь вот по кромке листьев конечно же есть вот эти вот пятнышки такие это все от недостатка влажности воздуха это очень сложно создать такие условия чтобы была влажность высокая мединила предпочитает очень очень рыхлый грунт она не терпит тяжелых грунтов то есть корневая система у ее вообще это растение полу эпифит и соответственно корневая система у них не очень хорошо развита она маленькая и поэтому земля должна быть рыхлой либо можно это верховой торф с каким-нибудь там щепками что-то знаете такое намешает но у меня здесь как раз вот она и находится в таком я в стаканчик которым она была я его не отряхивала как был там рыжий торф я его просто поставил просто рекомендую даже еще пустоты заполнять мухом сфагнумом это тоже в принципе можно или поверх положить но у меня ничего такого нет я смотрю корневая система у нее тоже в общем-то разрослась уже даже здесь поэтому горшку но у меня если кто не видел мою пересадку керамзита у меня вот так здесь то есть у меня где-то у меня нилы вот так получается грунт и так же у меня здесь у нее подмешано удобрение осмокот длительного действия для экзотических растений я думаю согласятся со мной очень многие покупали это растение и оно не выживало после магазина неделю и все начинают листья засыхать и растение просто погибает и часто причиной является перелив она не любит переувлажнение грунта вообще не терпит я ее поливаю так как она у меня цветет и я просто вижу у меня просто тепло в доме здесь солнце как бы просушивается кут у меня очень быстро я иногда ее когда теплые дни поливаю утром и вечером но я поливаю очень с такими маленькими дозами чтобы слегка увлажнить ей грунт так как у нее цветение и очень много бутонов ей требуется и влажность но это полив такой в летнее время зимний полив он более скудный с осени полив сокращается и внесение удобрений тоже убирается но она даже и зимой должна досвечиваться лампами она должна быть на светлом месте и многие со мной согласятся это конечно же очень экзотическое растение а представляете вот эту мединилу увидеть в природе или ботаническом саду чтобы она была около двух метров такая пышная и у нее по всей 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 вот этому кустику вот такие вы связали в тонах это конечно очень экзотично и красиво подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео а